Таксиста, отравившего ста пассажиров Клофелином в Москве, отправили под арест. Сегодня столичный суд вынес решение в отношении Вагана Крапетяна. Таксисту подъявлено обвинение по двум статьям. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть и разбой. Останкинский суд Москвы отправил под арест таксиста Клофелинщика, жертвами которого, по версии следствия, стали около ста человек. Нелегальный извозчик подмешивал психотропный препарат в спиртные напитки и обычную воду, угощал клиентов, а после грабил их. Известно об одном погибшем пассажире. С подробностями Максима Парина. Столичный суд сегодня вынес решение о мере пресечения для отца таксиста Клофелинщика. По версии следствия, отец ранее арестованного Вагана Крапетяна также занимался извозом и травляю людей. Но попался. Один из пострадавших успел пожаловаться в полицию. Таксиста, отравившего ста пассажиров Клофелина, в Москве отправили под арест. Сегодня столичный суд вынес решение в отношении Вагана Крапетяна. Начнем с кадров спецоперации по задержанию столичного таксиста, которого подозревают в убийстве почти 100 человек. 29-летнего Вагана Крапетяна взяли на 21-м километре Симферопольского шоссе. Столичный суд сегодня вынес решение о мере пресечения для отца таксиста Клофелинщика. По версии следствия, отец ранее арестованного Вардана Крапетяна также занимался извозом и тоже травил людей. По версии следствия, таксист подмешивал Клофелин в спиртное и угощал пассажиров, а также добавлял Клофелин в обычную воду. У 29-летнего таксиста Вагана Крапетяна больше не будет клиентов. На этих кадрах бойцы Росгвардии ведут его из белого Мерседеса, на котором он и занимался частным извозом в полицейскую машину. Люди их выпивали, а когда им становилось плохо, мужчина совершал ограбление. Один из его пассажиров, 54-летний москвич, скончался в результате отравления. В суде защита обвиняемого настаивала на домашнем аресте для подзащитного, но суд отклонил ходатайство. Сам Крапетян уже признал свою вину. Он проведет в СИЗО полтора месяца, пока будут идти следствия. Правоохранители подозревают, что жертв таксиста Клофелинщика может быть больше, чем 100. Таксисту предъявлено обвинение по двум статьям. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть и разбой. По версии следствия, таксист подмешивал Клофелин в спиртное и угощал пассажиров, а также добавлял Клофелин в обычную воду. Да, коллеги, здравствуйте. Я находился в зале заседания. Арестовали. Удивительная сама по себе история с судом вышла. Заседание должно было проходить еще вчера, но и оно состоялось. Вот только за место варгана Крапетяна, отца таксиста Клофелинщика, в суд привезли опять уже арестованного ваага Крапетяна, его сына. Далеко уехать он не смог. На пол, быстро, на пол! На пол, парень! А это уже продолжение спецоперации. Бойцы СОБРа делают все быстро и без лишних слов. В эту квартиру они пришли для проведения обыска. Здесь жил подозреваемый, и здесь же были обнаружены десятки наручных часов и мобильных телефонов, которые Крапетян похитил у тех, кого подвозили. Суд, как это произошло, никто не объясняет. В суде внешность, имена похожи, конечно, но возраст абсолютно разный. И вчера во время заседания, когда судья просил представиться, услышав не то имя, просто развел руками и перенес его на сегодня. Тут уже точно никаких казусов никто не ждал. Резонансное слушание посетили очень много журналистов. 53-летний мужчина своего лица не прятал, даже, как мне показалось, немного демонстрируя синяк под глазом, который, вероятно, получил при задержании. На вопрос, кто его бил, он молчит. Откуда у вас телефоны эти дома были? А часы откуда? Вы коллекционер? Ребята, все, давайте без иронии. Все объясню. Давайте уже без иронии. Объясню, что я объясню. Заворачивайтесь. На пол! Все, все, быстро! После того, как пассажир садился Карапетяну в машину, тот предлагал выпить минеральной воды, в которой предварительно растворял психотропные вещества. Пассажир терял сознание, а таксист похищал у него деньги и ценные вещи. Следствие предполагает, что как минимум один мужчина умер. Его тело нашли в апреле. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате отравления. Оперативники за таксистом Клофелинчиком следили несколько месяцев. В ходе спецоперации сотрудниками московского уголовного розыска совместно с коллегами из госавтоинспекции при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии на 21-м километре Симферопольского шоссе автомобиль злоумышленника был заблокирован, а он сам задержан. К слову о часах и телефонах, то дома у Карапетяна-старшего обнаружили 20 мобильников, 98 наручных часов и более 200 таблеток антипсихотического лекарственного препарата. Именно им, по версии следствия, он отравлял людей, предлагая выпить воды. А когда те засыпали, обворовывал. Следствие, конечно же, сегодня просило заключить под стражу таксиста, а вот адвокат уверял, что никуда Карапетян не денется и просил дать домашний арест. Но судья склонил чашу весов Фемиды к первой просьбе. Во время заседания снимать не разрешили, я остался как пишущий журналист. Карапетян рассказывал о подробности личной жизни, о том, что он не работал таксистом и официально вообще не трудоустроен, лишь подрабатывает рабочим в какой-то вентиляционной компании. Я, конечно же, наблюдал за его поведением, о чем они общались с адвокатом. Было понятно, что он признает свою вину в кражах. Они обсуждали то, сколько может грозить Карапетяну, и адвокат называл цифры от двух до восьми лет. Что касается сына, первого задержанного из этого семейного бизнеса, то ему и вовсе от десяти лет минимум его подозревают в убийстве радиоведущего Артура Битова, который умер в Москве в апреле. Кроме этого, следователи сейчас проверяют читу Карапетянов на причастность еще более чем к сотне смертельных эпизодов в столице и Подмосковье. Так что, коллеги... Утром 9 апреля 2017 года обвиняемый, находясь вблизи одного из ночных клубов Москвы, встретил 54-летнего мужчину и предложил ему услуги частного извоза. В ходе поездки Карапетян предложил мужчине выпить минеральную воду, в которой заранее растворил психотропные вещества. Дождавшись действия препаратов, он похитил у клиента наручные часы и сотовый телефон на общую сумму 25 тысяч рублей. Так что, коллеги, опять всплывают странные случаи с бомбилами. Такое количество способов заказать такси, которое есть сейчас, вроде бы должны вовсе исключить таксистов без лицензии с рынка. Но люди все равно садятся, переплачивают, еще и воду непонятную пьют и затем травятся. Спасибо, Максим. Максим Шумилин выходил на прямую связь со студией в Красногорске. Таксисту предъявлено обвинение сразу по двум статьям. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть и разбой. В суде подозреваемый вел себя уверенно и практически не смотрел в сторону телекамер. Его защита настаивала, что Карапетяна можно поместить под домашний арест. Мол, он же признал свою вину. Но у суда другое мнение. На время следствия таксиста заключили под стражу на полтора месяца. Полицейские в это время будут проводить экспертизы и анализировать все обстоятельства дела. Не исключено, что жертв может быть больше. Максим Апарин, Вести. Люди их выпивали, а когда им становилось плохо, мужчина совершал ограбление. Один из его пассажиров, 54-летний москвич, скончался в результате отравления. В суде защита обвиняемого настаивала на домашнем аресте для подзащитного, но суд отклонил ходатайство. Сам Карапетян уже признал свою вину. Он проведет в СИЗО полтора месяца, пока будут идти следствия. Правоохранители подозревают, что жертв таксиста Клапелинчика может быть больше, чем 100. На его след оперативники вышли в рамках расследования гибели известного ведущего Артура Битова. Изначально предполагают, что 51-летний журналист скончался на улице от остановки сердца. Позже выяснилось, что его отравили. Незадолго до своей смерти он ездил именно на такси. Когда следователи нагрянули к Карапетяну с обыском, в его квартире они нашли 190 таблеток, клазалина, 20 мобильных телефонов, множество чехлов для мобильников и 98 наручных часов. Следователи полагают, что все это имущество жертв Карапетяна, число которых может насчитывать несколько десятков человек. Правоохранители считают, что своих жертв таксист угощал отравленной водой или едой. Последние несколько лет гражданин Армении орудовал в Москве и Подмосковье. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Да, здравствуйте, коллеги. Несколько минут назад закончилось заседание по избранию меры пресечения 53-летнему Вардану Карапетяну, более известному сейчас из средств массовой информации, как таксист Клофелинчик. В Гагаринском районном суде сегодня суд вынес постановление арестовать Вардана Карапетяна на срок 2 месяца, 0 суток, до 18 декабря 2017 года. Московский таксист, подозреваемый в отравлении десятков пассажиров психотропами, признал свою вину. 29-летнего Вагана Карапетяна взяли на 21-м километре Симферопольского шоссе. На его след оперативники вышли в рамках расследования гибели известного ведущего Артура Битова. Изначально предполагалось, что 51-летний журналист скончался на улице от остановки сердца, но позже выяснилось, что его отравили. Напомню, задержали его месяц назад за то, что 53-летний уроженец Армении, согласившись подвезти москвича, угостил его непростой минералкой, очнулся пассажир уже дома без смартфона стоимостью 35 тысяч рублей. При обыске в квартире у Клофелинчика обнаружили 20 мобильных телефонов, 98 наручных часов и более 200 таблеток антипсихотического лекарственного препарата. Незадолго до своей смерти он ездил именно на такси. Когда следователи нагрянули Карапетяну с обыском, в его квартире они нашли 190 таблеток клозапина, 20 мобильных телефонов, множество чехлов для мобильников и 98 наручных часов. Следователи полагают, что все это имущество жертв Карапетяна, число которых может насчитывать несколько десятков человек. Правоохранители считают, что своих жертв таксист угощал отравленной водой или едой. Последние несколько лет гражданин Армении орудовал в Москве и Подмосковье. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Также задержали его сына. Стало известно, что данным бизнесом занимались и отец, и сын. И вчера по ошибке в суд привезли не Варгана Карапетяна, а Вагна Карапетяна, хотя должны были судить как раз таки отца. И поэтому вчерашнее заседание перенесли на сегодня. И вот арестовали сегодня 53-летнего мужчину. Ему грозит около 5-8 лет лишения свободы, так как это лишь кражи и также причинение телесных повреждений, также причинение вреда здоровью. А вот его сыну уже грозит как минимум от 10 и выше, так как там его подозревают в убийстве радиоведущего Артура Битова, которого он также подвозил. Официальных комментариев нам пока не давал ни суд, ни адвокат таксистов. Но, тем не менее, мы побывали на заседании, и так как, когда появятся новые подробности, будем держать вас в курсе. Максим, большое спасибо тебе за информацию. Что ж, подведем итог. Суть в том, что задержали двух людей, которые поставили такой бизнес. Они подвозили людей, ну, соответственно, таксовали, заодно угощали их водичкой, в которую подсыпали психотропные вещества. Их жертвы засыпали, они снимали с них мобильные телефоны, наручные часы и так далее. И вот один такой случай затравлений привел к летальному исходу.